Давай послушаем просто, ты меня слышишь или нет? Слышишь меня? Хорошо? А ты поговори? Да, раз-два. Можешь поближе микрофон? Раз-два, раз-два. Еще раз давай. Еще ближе попробуй. Таджикистан, Иран. О, вот так лучше. А ты меня очень хорошо слышишь, да? Да, сейчас отлично тебя слышу. Все, супер. Таджикистан, Иран. Таджикистан. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Я думаю, что нас ждет сегодня очень интересный футбол. Как думаешь, и чего ждешь сегодня? Да, я согласен с тобой, очень интересный матч. Нас сегодня ожидает не только, что команды так будут показывать хороший футбол, но также очень многое зависит от турнирного положения. Я думаю, что это выход за второе место, может, даже за первое при определенных раскладах. Ну, не выход, а игра за второе место. Да, я думаю, что действительно, если есть какая-то задача, то от этого и матч тоже должен быть интереснее. Давай с тобой назовем составы играющих команд. И я думаю, что давай я первую. Начну с Таджикистана. Первый номер – Исмаилов Сунатула. Третий – Камейдин Гафазода. Четвертый – Деловари Ямшизода. Шестой – Шировган Саидов. Седьмой – Марсур Гафуров. Восьмой – Джавидон Кушвартов. Десятый – Абубакар Салимонов. Тринадцатый – Рабони Камолов. Пятнадцатый – Фахдор Амири. Семнадцатый – Махрубон Хамидов. И двадцатый – Шахбон Наимов. И хед-коуч сегодня у Таджикистана – Рахматулла Фузаилов. Ну что же, два спирты и Иран. Да, начнем с гостей. Иран в воротах номер первый. Махамад Ват Ирахими. Второй номер – Эрфан Таршвали. Номер четвертый – Нема Андарс. Пятый – Абольфазл Залихаи. Номер седьмой – Хамейфарт Алиреза. Номер девятнадцатый – Якуб Бараже. Номер девятый – Махан Садыки. Номер одиннадцатый – Закрам Саадави. Номер тринадцатый – Розагания Амир Махамад. Номер двадцатый – Амир Хамад Джангури. И восемнадцатый номер – Ильяр Ирахмани. И главный тренер команды – Абди Хасейн. Вот такие вот составы на сегодняшний матч. Скоро раздаться свисток. Ожидаем начала матча. Какие у тебя вообще, в принципе, ожидания от этого матча? Да, уже обсуждали в начале эфира, но все-таки мандраж такой присутствует, мне кажется. Ну, конечно, да, как у любого комментатора перед ответственной работой. На самом деле, мне кажется, нам попался самый сложный матч в плане фамилий. Это однозначно, и даже никто спорить не будет. Ну, а так, конечно, фаворит этой встречи, как мне кажется, сборная Ирана, которая очень здорово начала турнир с победы, затем уступила сборной России. И сегодня проверит себя уже с Таджикистаном. Мне кажется, что все-таки фаворитом будет Иран. Ты как думаешь? Да, я тоже думаю, что Иран все-таки является фаворитом. Но также не списываем со счетов сборной Таджикистана, потому что в матче первого тура сборная России и Таджикистан разочились миром один-один. И уже во втором туре тоже Таджикистан сыграл ничью, поэтому у них в активе два очка. Да, видим, что борются, но что-то не получается, конечно, у сборной Таджикистана. Не могут они довести этих два матча до победы, но посмотрим, что будет сегодня, и все-таки ожидаем хорошей и увлекательной игры. Да, согласен с тобой, что нельзя списывать сборную Таджикистана. К тому же парни в позапрошлом году Кубок Развития взяли, и тогда показали потрясающий футбол. Без конкуренции были обыграны буквально все команды на турнире. Понятное дело, что сегодня у нас выступает совершенно другая команда. Тем не менее, Таджикистан в последнее время, особенно на уровне детей, юниоров, выглядит очень здорово. Да, соглашусь. Видим, как перекатывают футболисты Ирана мяч на своей половине поля. Посмотрим, что они придумают сейчас. Так, не спеша. Я думаю, что сейчас начало встречи. Спешить некуда. Будем осмотреть. Нужно присмотреться. Я думаю, что так же думают футболисты. Вот, вот, идет такая борьба. Игра к головой, и будет сейчас выход за боковой. Нет, все-таки спасает, и может получиться сейчас какая-нибудь атака от Таджикистана, которая тут же блокируется футболистами Ирана. Понятное дело, что вначале будет такая перестрелка. Где-то будут ребята искать пространство. В общем-то, будет борьба за территорию. И на данном этапе прошла у нас всего лишь минута. Пока ничего не понятно. Да, конечно. Ну, тяжело что-то судить по минуте игры. Но посмотрим. Я думаю, что опасный момент уже не заставит себя долго ждать. Вот, хороший финт сейчас получился. У левого ползачитника сборной Ирана и фол. Нет, фола нет. Все-таки главный арбитр не свистит. Может сейчас получиться что-нибудь опасное. И хорошо, здесь Таджикистан играет в прессинг. Но продолжается атака Ирана. Пас на бравый фланг. Андуарс. Хорошо обыгрывает. Будет навешивать. Нет, передача в штрафную площадь. Входит здесь 18-й номер Ирана. И будет угловой. Да, показывает главный арбитр. Будь что, будет угловой. Неплохо контролировали игру игроки сборной Ирана. И в целом почти дошло до опасного момента. Ну, так вот на полпути ребята заработали угловой. И будут подавать. А любой стандарт, конечно, это опасность. Да, не увидел я здесь, кто подает от угловой. Но посмотрим, чем он закончится. Навес в штрафную площадь. Хорошо, здесь играет защитник сборной Таджикистана. Очередная попытка навеса в штрафную площадь. Ух, хороший удар сейчас получился у футболиста Ирана. Неплохой, но не хватило немножко точности. Но отметим. И я думаю, что это можно занести в список такого первоопасного момента в этом матче. Скорее полумомента. Но выпрыгнул красиво очень игрок. Да, Якуб Бараже, да. Это был. И такой хороший, красивый удар. Смотрим на повторе, как он здесь пробивал по воротам. И, да, не хватило ему немножко точности. Но отметим также этот красивый удар. Неплохо завис, действительно. Жаль, конечно, что не получился у него удар. И мяч хотя бы в ворот, конечно, мог попасть. Ну, посмотрим. Теперь уже за ответом сборной Таджикистана. И, как мы с тобой предполагали, будет преимущество у Ирана в начале матча. Ну, вот, наконец-то, ответ последовал от Таджиков. И подача неплохая получилась. Центр штрафной. И что еще? Один заход на удар через себя планировался. Но до этого дела так и не дошло. Пас вперед. Борется здесь нападающий. Сбивает его с газона. И 23-й номер. Это был... Джангури? Да, Джангури. Это все верно. И судья назначает штрафной удар. Быстренько становится игрок Таджикистана перед мячом, чтобы игроки сборной Ирана не смогли быстренько его разыграть. И капитан команды быстренько отдает его назад. И тут снова в фото вступает центральные защитники иранской сборной. Опять же, как и в начале матча, не спеша. Они перекатывают мяч на своей половине поля. Я думаю, что сейчас будут думать, как организовать какую-то позиционную атаку. Потому что, понятное дело, уже контратаке не получится. Ошибается. Далеко мяч отпустил игрок сборной Ирана и снова Таджикистан. Ну вот планируют, видимо, игроки сборной Ирана так действительно не торопясь в позиционной атаке разыгрывать свои мячи. А вот Таджикистан пока предпочитает играть в более вертикальный футбол, в более быстрый футбол. И двумя моментами уже отличились команды. Получается, по одному на каждом. Да, все верно. Выбивает вперед мяч. Здесь выиграют такую верховую борьбу, потому что никого из оппонентов здесь не оказалось. И может получиться тоже что-то опасное. Пас на левый фланг. Паштрафнули, но не оказывается здесь партнера по команде. И снова сборная Таджикистана будет организовать свою очередную атаку. Которая, в принципе, сейчас же и блокируется, и перехватывает мяч игроки в красной форме. Неплохой прессинг у Ирана. И, конечно, у Таджикистана очень мало времени для того, чтобы принимать решения. Сейчас неплохой пас, на самом деле, был в центр. Но, правда, нарушение. С другой стороны, для Таджикистана не самый худший вариант. Правда, после диагонали мяч потерян. И смотрим за атакой сборной Ирана. Очень быстрый игрок в центре поля. Есть немного пространства. Пас направо. И, в принципе, отсюда уже можно бить поворотом. Так и получается. Удар, но не опасный. Да, получился здесь не опасный удар. Воротарь сборная Таджикистана все это контролировал. Исмаилов и был на стороже своих ворот. Мне кажется, самый активный пока 23 номер сборной Ирана Джангури. Да, да, да. Согласен с тобой, что очень сейчас он отличается на этих стартовых 6 минутах встречи. Но я думаю, что стоит от него ожидать какой-то опасности уже и в последующих атаках сборной Ирана. Смотрим еще раз на повтор. Да, здесь отмечали, что не такой уж сильный удар был, чтобы Исмаилов вступал в игру. Но посмотрим. Очень низкое расположение. Немного непонятно, в каких схемах играют команды. Но кажется, что Иран играет по схеме на 4-1-4-1. Ну, либо 4-5-1. Да, я, кстати, замечал, поднимал статистику по расположениям схем этих команд. Все-таки сборная Таджикистана сначала выходила на матч с одной схемой, потом перестроилась на другую и так же делала Иран. То есть понятно, что нужно время, чтобы понять, на каких позициях выступают те или иные футболисты. Но я думаю, что к концу матча, даже, может, не к концу, а уже где-то к серединке мы разберемся, как они будут действовать. А сейчас может получиться. Хотел сказать что-то опасное, но, к сожалению, ничего не получилось. Вот не хватает на данном этапе ключевой передачи сборной Ирана. Неплохие подходы есть, неплохие подходы, конечно же, штрафной. Но вот последнего паса действительно нет пока. И в таких, кажется, безобидных эпизодах ребята просто теряют мяч. Ну вот с этого штрафного, в принципе, можно что-то придумать. Бить, наверное, далековато, а вот сделать передачу в штрафную, почему бы и нет? Да, посмотрим. Да, показали нам в Тори, как тут сбивали игрока сборной Ирана. Но это был Садыги. Готовится здесь пробиться в штрафной. Ну и я думаю, что бить тут не стоит. Я думаю, что здесь будет все-таки навес в штрафную, потому что слишком далекая позиция для прямого удара поворотом. Почему и нет? Да. Готовится капитан. Чем черт не шутит. Ну, судя по разбегу, конечно, будет пас. Навес в штрафную. Опасно может получиться удар поворотом. И хорошо здесь. Исмаилов делает сейв. Вот уже без всяких сомнений самый первый опасный момент в этом матче. Да, была неразбериха в штрафной площади. Отскочила очень удобно. И в целом с метра можно было расстреливать Исмаилова, но всего лишь угловой. Второй угловой для Ирана. И снова стандарт. Да, смотрим еще раз на повторе, как здесь навешивал капитан сборной Ирана. Да, неразбериха в штрафной. Удар. И Исмаилов хорошо делает сейв. Ну, а мы смотрим за угловым. Ничего опасного здесь не произошло. И будет удар от ворот. 13 номера Ирана отмечали. Как правильная фамилия вы произносите? Это Розагиня Амир Ахмат, который вот показали нам на повторе, который и создал этот потенциальный голевой момент. Да, просто у меня протокол на английском, у тебя на русском. Поэтому... Проще разбираться. Неразбериха, да. Ну, опять же, я думаю, что в течение матча уже выучим всех игроков и будем же легко ориентироваться здесь. Снова Иран. Перманентно команда атакует в красной форме. Таджикистану приходится обороняться. И теперь уже правый фланг сборной Ирана. Хотя, как мне кажется, опять же, через правый фланг сборная в красной форме сегодня атакует значительно больше, чем через левый. Но иногда и через лево тоже команда играет. Если сегодня Иран играет по схеме 4-1-4-1, то вот Таджикистан предпочитает самую оборонительную схему на свете, наверное, 4-4-2. Ну, или самую простую в понимании. 4-4-2. Снова опасная, снова штрафная. Вот отсюда уже можно бить. Тем более, если есть бьющий левоногий. Да, и получает желтую карточку в Мделаваре Джемпшн Зода. Один из героев прошлого матча. Посмотрим, что здесь произошло, если нам покажут. Скорее всего, в руку попало. Да, смотрим здесь. Ну, не знаю, на мой взгляд, может это не стоит наказывать желтой карточкой. Он же не целенаправленно подставлял руку, чтобы заблокировать этот удар. Вот, скорее всего, неестественное просто положение. Да, да, и позиция слишком была не такая близкая для того, чтобы все-таки оставить этого игрока без предупреждения. Вот разбег как раз под правую ногу. Неужели будет такой... Да, Зали Хаи готовится к этому удару. Левоногий футболист. И посмотрим, что он придумает в этом моменте. Тут уже, конечно же, будет точно прямой удар. Удар по воротам. Нет, это не Зали Хаи был. И опасно здесь пробивал игрок сборной Ирана. Мне кажется, легче было слевой ноги бить, но вот по такой траектории правой ногой ударили игроки Ирана. Но, возможно, хотели запутать вратаря и запутать стенку, запутать все, в принципе, защитную линию Таджикистана. Получилось, но не совсем точно. Перевод. Из сборной Таджикистана очень редко ребята выбираются за центральную линию. Настал тот самый момент для Таджикистана. И уже неплохой пас. Сброс и сколько? Три, максимум четыре передачи отдают друг другу таджикистанцы. И затем уже идет ошибка. Да, может получиться контратака иранцев. Отдает назад. Снова атака по левому флангу. Снова финн. Снова попытка заблокировать. Прострел штрафной. И не увидел, что там произошло. Продолжается атака. И штрафной. Да, там такой замах сделал на десяточку игрок Ирана. Отпустил далеко мяч. Сам себя запутал из соперника. Но получилось очень опасно. Плюс ко всему еще и стандарт. Очень часто стандарты появляются у сборной Ирана. Пока все это никак не конвертируется. Да, видимо, что на повторе сбивали игрока сборной Ирана прямо перед линией штрафной. И это, конечно же, не пенальти. Это будет такой штрафной. С не очень, на мой взгляд, удобной позиции. Почти на линии. Да. Что-то там обсуждают. Исмаил выстраивает стенку. Стенка, конечно же, тут нужна. Понятно, что отыскал с острого угла на вештрафную. Опасно! Может получиться. И не попадает по воротам игрок сборной Ирана. Да, отличная возможность была сейчас открывать счет в этой встрече. Но каким-то чудом просто не попал. Тринадцатый номер. Это был Розогиня Амир Ахмад. Смотрим еще раз на этот момент. Да. В падении он бил ногой и ударил выше ворот. Я думаю, других вариантов у него здесь не было. Потому что мяч шел слишком быстро. И нужно было там миллисекунды буквально, чтобы подумать, как лучше ударить. Да. Второй момент для тринадцатого номера. Он вновь самый активный на поле. Хотя изначально казалось, что еще и Джангури тоже будет активничать. Но вот прибирает на себя роль лидера. Именно тринадцатый номер Ирана. Мне кажется, можно было попробовать сделать касание уже вторым, отправить мяч в ворота. Но вот принял такое максимально быстрое, мгновенное решение. Тринадцатый номер. И промахнулся. Да, и нам показывали только что момент с ударом, что все равно новое. А у нас очередной момент. И снова не точно. Попытка неплохая. Первый удар по воротам издалека. Да. Автором этого удара стал двадцатый номер Шакбон Наимов. Смотрим еще раз на повторе. Да, не стал тут ничего мудрить. И решил пробиться своей правой, я думаю, рабочей ноги. И была выше поворот. По силе очень неплохо. Попади были бы, я думаю, проблемы вратаря. Очередная попытка сборной Таджикистана создать что-то опасное, но снова хорошо играют защитники и ничего не дают сделать. Странно, но Таджикистан не пытается играть в промежуточную передачу и постоянно, очень резко хочет выйти в атаку за счет одного паса вертикального. Но там уже все зависит от нападающего. Как правило, форвард старается сбрасывать мяч на игроков-партнеров. Это у нас Гафуров. Но не всегда получается продолжить атаку. Да. По основным правилам фланг. Бараже здесь пытался сыграть со своим партнером, но неудачно. И сборная Таджикистана отобрала мяч. Ну, можем заметить, что сборная Таджикистана вполне неплохо себе играет в обороне, но ничего не получается в атаке. То есть такая вот, можно сказать, средняя тактика. Хорошая игра в обороне, но не получается в атаке. Их турнирное положение, наверное, их результаты, мне кажется, следствие этой игры. Потому что 1-1, ничья и всего лишь два очка в турнирах в своих положении. Да, но победит сейчас Иран и можно занять второе место. Ну, это если рассматривать тот пакт, если Россия обыграет Беларусь, конечно. Да, я думаю, что подождем первого забитого мяча в исполнении одной или другой команды. И уже тогда будем рассуждать о турнирном положении и что, в принципе, нас ожидает по итогам выступления в этой группе. В целом, команда неплохо смотрится и неплохие скорости показывают и иранцы, и таджикистанцы. Таджики правильно говорить. Кажется, если местные и родился в Таджикистане, и живешь в Таджикистане, тогда нужно говорить «таджикистанец». Ну, мне кажется, таджикистанец как-то звучит более уважительно, нежели таджик, поэтому будем называть, наверное, таджикистанцев. Наверх штрафную. Может, опасно здесь получиться. Никто не смог замкнуть из футболистов в красных футболках и будет аут. И все, надо начинать сначала. Мог, конечно, Исмаилов взять мяч в руки, но почему-то захотел мяч выбить ногой куда подальше. Опять же, таким образом подарив его иранцам. Дарашвили отдает вперед. Снова Дарвиш Али. По центральному защитнику. Али Реза отдает назад. Нархими. Снова Али Реза. Набирает скорость. И тут прессингуют его футболисты Таджикистана. Питан Ирана Анбарс. И, как видим, Таджикистан немного поджал иран, но все-таки не стали долго это делать и сразу же откатились назад. А тут хорошая передача вперед на 23-го номера на Джангури. И будет аут. Такой несвойственной манере для себя Иран сейчас сыграл через длинную передачу. До этого ребята все-таки старались играть в пас и разыгрывать через короткий срик. Да, возможно, что-то тренер подсказал. К сожалению, да, непонимаемые, может, иранские языки. И, возможно, там была эта подсказка, что попробуйте через дальнюю передачу. Потому что, на мой взгляд, вследствие того, что Таджикистан слишком высоко поднялся, и могли просто закинуть за спины этот кач и создать голевую атаку. Хвалят здесь футболисты Таджикистана. Сбивают капитана Ирана Андарса, и будет штрафной, который, в принципе, быстренько его не успешат, Саадави разыгрывает этот мяч. Я уже говорил в начале эфира, что 4-4-2 схема очень подходящая для обороны. И в целом, посмотри, как здорово держит линии команда Таджикистана. И, что самое важное, эта схема очень подходящая для также атаки, то есть для контратак. В общем-то, в свое время Лестер АПЛ выигрывал благодаря этой схеме 4-4-2. И что-то здесь. В целом, мне кажется, что будет Таджикистан сейчас бить с поворотом со штрафного. Да, лежат два футболиста на газоне. Не знаю, требуется ли им помощь, но не могут встать они из газона. Надеемся, что обойдется без травм. Смотрим еще раз на повторе. 20-й номер сборной Ирана. Желтая карточка. Что-то серьезное. Кого-то зовет арбитр. Точно не друга. Наверное, изначально хотели позвать докторов, но потом передумали. Ну что ж, посмотрим за первым опасным стандартом для сборной Таджикистана. До этого у нас били поворотом исключительно иранцы. Да, и отметим, что Залихаи получил желтую карточку. Замена была. Скоро в нашей встрече. Сборная Ирана решилась на рокировку. 18 минут практически сыграли команды. И действительно у Таджикистана прекрасный шанс для того, чтобы выйти вперед. Наверное, лучшая за сегодняшнюю игру. Да, и пока мы тут обсуждали, когда будет замена, обсуждали игру. Еще капитан Ирана получил желтую карточку. Четвертый номер. Нема. Андарс. Кстати, замены, наверное, все-таки не будет. Тренер передумал и отправляет игрока снова разминаться. Да, интересно, что заход был такой тактический. Хотят и комментаторов, и игроков Таджикистана тоже запутать. Ну что ж, удар. Правда, он не получился. Добивание. И в стенку мяч попадает. Можно еще раз приложиться. Это опасно было. И попытка теперь уже и рана контратаковать. Быстрый пас. Смотрим за тем, как нападающий разберется. Прекрасивший подкат. Отдает на правый фланг, на 23-го, на Джангури. И здесь хороший подкат. Все в пределах правила. Гафуров, кажется, сыграл просто идеально. И по-хорошему, если бы не он, то выход 1 на 1 был возможен. Снова здесь борьба идет. На вештрафную выбивают защитники Таджикистана. Салейхаи отдает своему партнеру. И снова отметим хорошую игру защитников Таджикистана. Продолжается атака и рана. Снова на финтах так пытаются обвести всех на вештрафную и будет угловой. Да, еще отметим по стечению этих 19 минут то, что, в принципе, Иран играет и в пас. И пытается закидывать, и пытается финтить. То есть предполагает все попытки как-то вскрыть эту оборону. Которую вот плотно выставил главный тренер сборной Таджикистана. Другого варианта нет. Это позиционная атака против позиционной обороны. Но действительно Таджикистан пока очень неплохо справляется с соперником. И шансов практически не дает. Те два момента были после стандарта. Хорошему все, больше ничего. Подача и очень близок был голос углового. Неплохо действует Смаилов. И отводит угрозу в конце концов. Выпад Таджикистана. Неужели контратака? Как я и говорю, да, вот 3-4 паса и потом идет ошибка у Таджикистана. Вроде есть неплохие предпосылки, но все захлебывается. Иран очень легко мяч вновь отобрал и выбили на ногу игрока Таджикистан. Да, борется здесь Антарс с Камоловым. И что показывает боковой? Аут в пользу Таджикистана. Ну и отметим такое оживление на скамейке сборной Ирана. Знаешь, они вообще очень эмоциональные. Вот так смотришь, какая-то суета. И тренеры суетятся, игроки суетятся. Какие-то разговоры, причем на повышенных тонах. Очень тяжело понять, что же они там думают. В целом, конечно, Иран лучше выглядит. Но голом так вот по-настоящему, наверное, и не пахло. Да, создают моменты. И вот один из них, который может сейчас получиться, если бы, опять же, не защитники Таджикистана, которые с легкостью отбирают этот мяч. Забирает мяч Рахими. Показывает. Не спешим, не спешим. Время еще есть. Отдает назад на второго номера. Р-2 Шуали. Пас на Андарзе. Капитан Ирана смотрит, куда можно отдать. Пытается сам обыгрывать его. Таким корпусом хорошо ставит. И снова финты пошли в дело. Правда, не очень продуктивно сыграл. Хотел обыграть всю команду. Но смысла в этом, конечно, никакого нет. Особенно учитывая плотность Таджикистана. По-хорошему, ребята на каждом участке поля имеют 2-3 игрока. Конечно, тяжело. Плюс ко всему, в начале матча казалось, что у Ирана есть такое классическое преимущество. И моменты тоже команда создавала. Но заметь, последние, наверное, минут 5-6 ничем Иран не отличался. Да, были моменты. Но, опять же, уже повторяемся, наверное, миллионный раз. То, что идут хорошие атаки, идут хорошие финты, пасы, взаимодействия. Но все это блокируется такой плотной обороной Таджикистана. И, знаешь, даже невозможно различать игроков. Потому что в таком большом скоплении они находятся. И поэтому стоит уже смотреть. Ну, наконец-то вертикальная передача нашли нападающего. Тут же идет игра на третьего. Правый план кажется свободен. Казалось, будет подача. Но она, скорее всего, будет чуть попозже. Есть подача. Да, Андарс. Борожа здесь с Андарсом хорошо сыграли. И будет аут. Лишит на газоне футболист сборной Таджикистана. Помогает ему Андарс подняться. Да, что-то попало ему куда-то. В группе подсказывают, что это персидское дерби. И что в Таджикистане и в Иране на одном языке говорят. Да, потому что рядышком находятся. И можешь заметить то, что фамилии, может, не одинаковые, но как бы похожие очень. Одинаково сложные. Да, одинаково сложные. А вот и опасный момент. Опасный аут. Хорошо здесь. Воротарь сборной Таджикистана Сантос Смаилов сыграл. И такой рикошет был, по-моему, если я не ошибаюсь. Посмотрим на повторе, чтобы точно убедиться в этом. Да, было небольшое касание защитника. И уже после рикошета немного смутился Исмаилов. Но сумел перевести баланс тела в другую сторону. И отбить, мне кажется, очень опасный момент. Да, Садыги планируют навесить. Навешь штрафную. Опасно. Снова хорошо. Здесь играл Исмаилов. Непонятно, что там произошло. Лежит игрок Ирана. Разошло столкновение. Нам показывают уже подачу с углового. Тоже, конечно, было опасно. Там сразу три игрока бросилось на Исмаилова, который пока удар держит. Да, молодец. Я думаю, что MVP первого тайма можно смело отдавать ему. Но, опять же, остается еще чуть больше 17 минут. Посмотри на данные вратаря. Они очень высокого роста, Исмаилов. Очень прыгучи. Да, конечно. Сколько моментов он уже отбил, так скажем, и спас свою команду. Атака Таджикистана. 13-й номер. Камолов. Хорошо здесь ведет мяч. Отдает на левый фланг. На седьмого. Гафуров. Прострел. И никого не оказывается из партнеров. Но если выиграет сейчас борьбу. Нет, не выиграет. Хотел сказать, если выиграет, то продолжится атака. Но уже начинается атака сборной Ирана. Бараже. Отдает пас на Рахмани. Андарс. У нас первый тайм закончится с отчетом 0-0. Судя по тому, как играют игроки. Но мне кажется, что не по игре. Все-таки Иран, наверное, больше заслужил. Да, больше заслужил. Но отметим, не то, что заслужил. Отметим, что в воротах сборной Таджикистана стоит Санатула Исмаила. Который, в принципе, также приносит очень огромную пользу. Рахмани. На Дарс. Конечно, в совокупности, да, действительно, у Ирана есть преимущество. И если так продолжится, то Иран просто обязан забивать. Но, опять же, если Таджикистан продолжит играть так плотно и ничего не давать создавать Ирану, то, быть может, действительно у ребят получится сыграть ничью. Но в связи с этим возникает вопрос, что планирует вообще делать Иран, какая цель у него на этот матч. Понятно, если бы Иран там имел какой-то свой очковый запас, который, в принципе, предполагал игру в обороне, но команде нужно в любом случае побеждать, чтобы выходить из группы. Потому что понятно, что можно надеяться там на определенные расклады, но все-таки победа, по большей части, им даст выход из группы. Но не совсем понятно для меня. Как считаешь, почему именно, с чем связана такая вот плотная игра в обороне? Таджикистан? Да, Таджикистан. Мне просто кажется, что ребята играют в свою силу, плюс, наверное, задачи тренера. Может быть, по-другому команда играть не умеет, только от обороны. Опять же, этот стиль, он же и формируется из каких-то там некоторых механизмов, частей. Тоже, если тренер, например, в прошлом был защитником, то вполне возможно, что он на 100% будет строить оборонительную стратегию всегда. Ну, плюс ко всему, команда Ирана очень сильная. Она уже доказала, что она сильна. Возможно, просто Таджикистан играет по сопернику. Да, возможно, такая тренерская установка. Но видим, что капитан Ирана сейчас находится вне поля, и Иран играет в меньшинстве, но все равно контролирует мяч. Все, вот он вышел. Бороже с мячом. Пас на Архмании. Садави. Амирахмат отдает пас на центрального защитника. Снова Садави. Пас на левый фланг. Так, не спеша раскатывают футболисты сборной Ирана. Как будто сами не торопятся. Никогда, быть может, так вот просто хотят убаюкать Таджикистан, своими передачами многочисленными. И все-таки та самая замена, которая планировалась, наверное, минутами пятью ранее, состоится. Не знаю, правда, с чем она связана. В общем-то, Иран играет достойно. Да, быть может, команда много моментов не создает. Вот, быть может, этой заменой тренер захочет видоизменить игру и, например, выпустить еще одного игрока линии атаки. Кто знает. Но увидим чуть позже, как игрок под восьмым номером, вот это Маусави, выйдет. И сможет ли он что-то изменить? Да, готовится замена у нас. Таджикистан предпочитает играть вертикально. И снова могло быть что-то опасное. Вот такой сброс вратарю. И будь поудачливее нападающим, можно было на опережение сыграть и ткнуть мяч в пустые ворота. Не вышло. Мы смотрим, кого поменяет. Маусави? Да, я хотел отметить, что Маусави это номинальный защитник. Все-таки интересная просто тактика. Выпускать защитника, может, вместо защитника, тогда я пойму эту замену. Если там убирать игрока атакующего плана, то не совсем будет мне понятно. Ну смотри, у нас получается четвертый номер. Нема Андарс постоянно уходил с поля. Возможно, его что-то тревожит. Может, какая-то травма. Но посмотрим сейчас. Нет, меняет пятого номера. Абольфазл Залихей тоже номинальный защитник, поэтому это замена по позиции. Ну да, левозащитник уходит у Ирана. И давай посмотрим, куда выйдет восьмой номер. Если он выйдет действительно на место левозащитника, то по позиции. Если нет, то тренер что-то там интересное придумал. Но все-таки по позиции. Да, по позиции. Поэтому тут логичен только один ответ. Тренер недоволен действиями этого игрока. Но хочу отметить, что большая часть атак, даже, может, не больше, просадила именно по левому флангу. Да, игрок не прихрамывает. И действительно кажется, что эта рокировка тренера осознана именно из-за недовольства. Да, именно потому. Но еще отметим тот факт, что большинство атак, даже не большинство, наверное, все атаки Таджикистана именно проходили по правому флангу, где конкретно держит вот этот игрок. Поэтому я думаю, что все-таки неудачные действия именно игрока вынудили главного тренера Абди Хосейна сделать эту замену уже на 29-й минуте матча. Ну и видно, что игрок крайне недоволен этим решением тренера. Но тренер главный, поэтому и он решает, что же делать. Посмотрим затем, как изменится, опять же, игра команды. Быть может, тренер просил, чтобы, например, игрок был более активен в атаке. И пятый номер не выполнял установку тренера. Это получится у восьмерки. Судя по номеру, опять же, на майке, он, возможно, атакующий. И действительно, сейчас будет команда играть через лево почаще. Да, будем следить за этим. Но пока смотрим за аутом сборной Ирана. Снова Ниман Дарс будет выбрасывать этот мяч. Отдает вперед. Но между вперед и назад он выбрал все-таки центр, где расположился Рахмани. Бьют ему по ногам. Здесь может получиться... Не хотел сказать что-то опасное, но все-таки решил дождаться этого момента и уже закончить свою фразу. Вот пас на левого фланг. Конечно, не на нового игрока, который вышел, но тоже левого флангового футболиста. Девятый номер. Вновь прессинг у Ирана тяжело. Таджикистану просто приходится выбивать мяч. Может быть, в расчете на то, что нападающий зацепится, не цепляется. И приходится вот так вот постоянно обороняться. Ну, а Иран, скорее всего, будет еще больше увеличивать давление. Еще больше будет атаковать. Может быть, еще более разнообразно. В Таджикистан есть пространство. Сразу три игрока, как варианты адресатов. Получается точно отдать. Забегание по правому флангу. О, и удар, который заканчивается угловым. Вот что-то интересное. Причем сразу же после выхода восьмого номера на левый фланг защиты у Ирана. Да, показывает нам мартаря. Не особо у него много было сегодня работы. Но все-таки было несколько моментов. Например, как сейчас, когда 20-й номер сборной Таджикистана. Шахбон Наимов пробивал и заработал для своей команды. И посмотри, Миша, как встали все тренера скамейки сборной Ирана. Как будто что-то опасное сейчас происходит. Как будто концовка встречи и там что-то зависит. Неплохая, кстати, подача и даже удар поворотом. Еще одна замена планируется в первом тайме. Удивляет нас тренерский штаб сборной Ирана. Очень, очень эмоциональны они. И, возможно, вот эти вот замены как раз на эмоциональной основе и происходят. Да, пас на правый фланг. Снова Андарс. Хорошо здесь принимает мяч в полете. Смотрит, кому можно отдать. Расмахивает руками. Ребята, где вы? Пас вперед. Сбивают его в спину. Я, конечно, понимаю в какой-то степени тренера. Он, наверное, хотел, чтобы игра складывалась по-другому. И, возможно, не ожидала Таджикистана такой прыти. И то, что команда вот так вот после 32 минут будет еще держать ворота на замке. Да, я тоже согласен с тобой. Расмахивает Али. Видно было по его движению, что хотел отдавать дальнюю передачу. И здесь набирает скорость Гафуров. Два игрока Ирана его прессингуют. Снова Гафуров. Ой, хорошо здесь сыграл. Входит в штрафную площадь и будет угловой. Очередной угловой в исполнении сборной Таджикистана. Стали чаще ошибаться игроки защиты Ирана. И уже второй момент подряд. Угловой также может помочь Таджикистану забить. Тем более, когда игра в атаке немного не получается. Ну, давай посмотрим, как подаст. Кто там? Десятый номер, кажется. Да. И он раза два уходил с поля. В этот раз уже, наверное, даже не, наверное, а точно он уйдет до конца матча. И вместо него выходит пятнадцатый номер. Галлизаде. Да, меняют капитана. Не Муандарз. Да. Все-таки, я думаю, что это вынужденная замена. Очень много раз он уходил с поля. Ты уже это отмечал. Но, я думаю, что это даже не минус для Ирана. Убрали защитника, выпустили полузащитника. Я думаю, что сейчас шквал атаки Ирана попадет в поле таком быстром русле. Хочет штрафной. Пятнадцатый номер. Борется даже здесь, в атаке. Но снова таджикистанцы отбирают мяч. И может получиться контратака. Ну, смотри, не стал раскачиваться. И тут же ринулся в бой. Да, новобранец. Пятнадцатый номер команды Ирана. А теперь уже Таджикистан отвечает. И там несколько раз ударили по ногам футболисты. И, конечно же, штрафной. И сразу же после выхода действительно поменялись местами. Девятнадцатый номер Баре ушел на право в защиту. А вот Голизаде стал играть справа в полузащите. Ну, и давай посмотрим за этим стандарт. Много, кстати, да, таких вот штрафных в недалеком расстоянии от ворот. Да, прихрамает шахмон Наимов. Недоволен он. Недоволен, наверное, со своим физическим состоянием, так скажем. Потому что мучает его что-то сейчас после этого штрафного. Упал он на газон. Не замечает его судья. И все-таки встает. И, к счастью, не потребуется им медицинская помощь. Но сразу три игрока сборной Таджикистана готовятся исполнить этот стандарт. Левоногий, два правоногих. И посмотрим, кто будет бить поворотом. Десятка. Нет, восьмерка. Удар поворотом. И выше. Выше. И немножко не точно. Восьмой номер пробивал. Это Джаведон Ушвахтов. Так, честно, запутали. Потому что сначала разгонялся один, потом подбежал к мячу второй, но не пробил. И уже третьему дали исполнить этот решающий. Хорошо, что на третьем остановились, да? Да, и побежал бы, может, вратарь какой-нибудь. И вот так и пропустили бы. Нарушения. Много стало у нас нарушений правил в центре поля. Теперь уже Иран. Обидели. И действительно подтолкнули в спину игрока под восьмым номером. У нас остается до конца встречи всего ничего. Четыре минуты. Первый тайм, наверное, такой достаточно скупой на опасные моменты. И почти все опасности были как раз со стороны Ирана. Пас вперед. Головой здесь играет защитник сборной Таджикистана. Не было здесь нарушения. Хамидов. Но хорошо здесь защитник. Аршви Али забрал этот мяч. Капитанская повязка перекочевала к Дарвишу или Дарвиш сразу был с капитанской? Нет, был четвертый номер Нима Андарс, которого поменяли из-за повреждения. Я думаю, что отдал своему партнеру не только по команде, но и по позиции, по защитной линии. Да, еще знаешь, что может быть? Действительно, тренер был недоволен тем, как играют защитники у Ирана. Посмотри, как стали играть они после выхода на замену. Опасно может получиться. И 15-й номер пробивал. И сразу же 15-й номер Таджикистана. Голизаде. Да, выбил. А, 15-й выбил? Или 15-й выходил? 15-й просто выходил один на один. Видимо, еще и 15-й также выбил из пустых ворот. В общем-то, замена сработала. По крайней мере, опасный момент, наверное, самый опасный в нашей игре состоялся. И, будьте сейчас поудачливее, 15-й номер как раз Голизаде. Голизаде, да. Он бы отметился этим голом, но попал в руку Исмаилову. И так вот себя бьет по лицу, недоволен собой. Так вот, мысль такая была, что крайние защитники очень низко играют. И поэтому и в атаке игра не удается у Ирана. Вот как только вышли новобранцы, новички на поле, сразу же как-то пошире команда стала выглядеть. И тут же вот так вот создали опасный момент. Да, немножко вот эта ситуация с двумя 15-ми номерами меня запутала. Бил 15-й, выбивал с ворот 15-й, потом посмотрел в протокол то, что 15-го... Нет, в основном в составе, что он сидит на замене. И меня как-то это вызвало небольшой шок. Но потом я вспомнил, что все-таки это была вторая замена в составе сборной Ирана. Поэтому немножко запутался в этом плане. Ничего страшного, главное разобрались. Ну и посмотри, да, действительно, это очередное спасение Исмаилова. Если бы не вратарь, то, конечно, пиши пропало. И сборная Таджикистана уже проигрывала бы. Ну, пару таких сочных сейвов сделал голкипер. И мы с вами уже максимально приблизились к окончанию первого тайма. Всего лишь 2 минуты остается до конца. И, судя по всему, замок этот Таджикистана все же останется висеть на воротах. Но это лишь предположение. Потому как действительно давление потихоньку начинает усиливаться со стороны Ирана. Две замены в первом тайме тоже в какой-то степени нонсенс. Но тренер решил вот так. Еще смотрим за повтором, как здесь 15-й Гальзаде бил по воротам. И 15-й номер спорный Таджикистана. Амири. Да, Амири. Мне даже показалось, что он даже особо не спешил выбивать этот мяч. Как будто знал, что он точно не залетит в ворота. И так спокойненько выбил. Да, действительно, как будто на медленный повтор у нас был. И я думаю, почему ты так долго не выбиваешь мяч, который летит в ворота. Но затем на повторе оказалось, что мяч-то не летел в ворота. Он больше так параллельно закручивался. И здесь головой решил защитник отобрать мяч. Попал ему по голове. Затем Иран все-таки выбегает в атаку. Хотя судья уже несколько раз мог свистнуть. Но не делал это, потому что атака продолжалась. И вот здесь посмотри, как головой сыграл игрок. Смотри, опа. Я б там в свое время так защищал ворота Манчестер Юнайт. Это не самый лучший вариант. Очень рискованный. Ты так, Антон, не делай, я тебя прошу. Хорошо, я учту. Да, опасно можно получить. Пуцеп по голове и, в принципе, закончить этот матч. И тогда уже можно делать топ самых таких... Не могу даже подобрать слово. Замен. Первая замена. Недоволен был тренерский штаб. Вторая замена. У тебя травма. И третья замена получил по голове и покинул поле. Ну да, такое возможно. Редкий случай, но все-таки возможный. Ну а сборная Ирана в это время у нас пытается выйти из подпрессинга Таджикистана. То этого ребята в белой форме так играли, но редко. В этот раз уже начинают пытаться отобрать мяч действительно поближе к воротам Ирана. Вот пас на, наверное, самого лучшего игрока первого тайма в составе Таджикистана. Это Исмаилов. И я не думаю, что кто-то будет спорить. Да, я еще даже хотел, наверное, ему на минуте 15 давать MVP первого тайма. Поэтому я рад, что мое предположение сбылось. Но еще две минуты играть командно. Добавил резервный арбитр. Показал, что играть еще две минуты. И посмотрим, что могут создать команды за этот период. Ну а сейчас атака в исполнении Ирана. Рахмани пас на правый фланг. Ну и заметить, что Иран стал чаще играть через длинную передачу. Возможно, действительно тренер недоволен тем, как протекает матч и заставляет игроков играть быстрее. Хорошая попытка удара, но блокируют защитники сборной Таджикистана. Снова пас на левый фланг. На вештрафную. Посмотрим, что здесь будет. Исмаилов удар по воротам. И выбивает защитник Таджикистана. Прямо с ленточки ворот. И самое удивительное, что мяч переходит в сборную Таджикистана. Может получиться опасный контратак. Пас на левый фланг на седьмого номера Гафурова. Получает здесь по ногам. Не было нарушения. Нет, было нарушения, но и со стороны сборной. Ирана. Да, лежа сыграл Гафуров. Ты знаешь, хорошая концовка такая, очень эмоциональная. Где же ребята до этого 40 минут пропадали. Действительно, все силы они оставили на последние две минуты. Очень хороший отрезок. И опасный момент с выносом из пустых ворот. И неплохая контратака Таджикистан. Кто-то там лежит. У Ирана, видишь, про голову ты недавно вспоминал, про удар по голове. И действительно, вот третья замена, она самая, которую ты предрекал. Амир Ахмат Джангури лежит на поле. Но в том моменте это, конечно, не он играл головой, но все равно. Опять же, пожелаем здоровья, чтобы обошлось без травмы. Да, медицинский штаб даже не добежал до игрока. Он встал сам. Но попало ему как раз в район лица. Да, по лицу, по глазу это был Джангури нападающим. Да, показывает большим пальцем вверх, что все со мной окей. Можете продолжать играть. Но я думаю, что тут играть уже нечего. И смотрим еще раз за этим моментом, как здесь хорошо. Но Гафр Зода выбивал мяч с ленточки ворот и тут же получил. Да, Гафр Зода спас. А вот Исмаилов попал действительно по лицу кулаком нападающему. Ну что ж, такой вот первый тайм. Два ноля на табло. Они самые любимые счеты для болельщиков. Но, тем не менее, много интересных событий было в нашей игре. Да, отмечу первый тайм. Очень интересный был со множеством опасных моментов. Я думаю, что сейчас в перерыве главные тренера команд подредактируют. И я думаю, что нас ждет очень увлекательный второй тайм. И надеемся, что с обилием голов. Но пока отдыхаем и вернемся во втором тайме. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан игра, но твои мысли по поводу всего этого? Ты знаешь, еще в первом тайме мы с тобой рассуждали по поводу того, кто в этом матче у нас фаворит, кто аутсайдер, и так вот вдвоем с тобой приняли решение, что это команда Ирана, что они сильнее будут. И действительно, в первом тайме они очень здорово себя проявляли, и команда намного больше владела мечом и больше создавала моментов. Но так как ребята не забили, это в какой-то степени усложняет им жизнь, потому как с каждой минутой во втором тайме будет все сложнее и сложнее. При этом, заветь, что у Ирана уже третья замена, и еще один игрок появляется на поле, это Мохаммад Аскари, 14 номер, который меняет 18-го, и, конечно, это говорит о том, что тренер недоволен тем, как его команда играет, это тоже может немного усложнить жизнь Ирану. А вот Таджикистан, команда, которая всю игру у нас обороняется, периодически выбегает в контратаке и даже что-то создает. Если ребята так продолжат играть, то мы можем быть свидетелями даже нулевой ничьей. Да, конечно. Ну, я думаю, что обещали мы нашим телезрителям то, что заглянем в турниное положение по началу второго тайма, и давай посмотрим, что Россия у 17 имеет в своем активе 4 очка, одну победу, одну ничью. Иран находится на втором месте, имея в своем активе 3 очка, одна победа, одно поражение. Таджикистан имеет 2 очка, имея в своем активе 2 всего лишь ничьих. То есть, как мы видим, что мы уже задавались этим вопросом, то, что непонятно, почему Таджикистан играет вот такой в оборонительную линию, потому что им по-любому нужно побеждать. Я думаю, что в зависимости от результатов следующих матчей России и Беларусь там уже будет все много решено. И даже победа одной или иной команды сегодня не дает гарантию то, что они будут в плей-офф. Да, и что самое интересное, это то, что если Беларусь обыграет сборную России, а Иран сыграет в ничью с Таджикистаном, то у трех команд будет по 4 очка. И тогда у нас будет выбираться команда, которая пройдет и займет первое место и второе, по дополнительным показателям. Это, конечно же, игра между собой, и в случае игры между собой также будут считаться и голы между собой. И вот по этому показателю, даже в случае победы сборной Беларуси, наши займут все равно только третью позицию. Это, опять же, такое слагательное наклонение. Это если вдруг и Таджикистан ничью сыграет с Ираном, и если победят Беларусь. А так, конечно, ситуация сложная очень в таблице. Да, согласен. Ну, посмотрим, что будет. Но пока атака Таджикистана. Пас вперед на 10-го номера. Слаймонов может выйти здесь вперед. Семерка Таджикистана. Гафуров. Пытается здесь накрутить защитников Ирана. Мы с тобой обсуждали, да, то, что в Таджикистане, наверное, лучшим был в первом тайме вратарь Исмаилов, который несколько раз выручил команду. А вот Гафурову, мне кажется, можно вторую строчку отдать смело. Очень неплохо себя проявляет нападающий. Цепляется, бьется до самого конца. Но, конечно, у него не так много пространства, потому что Иран играет тоже очень-очень плотно. Да, и в комментариях еще болельщики Таджикистана очень отмечали, говорят, что очень переживают за свою сборную и сами не понимают, почему так плохо играют. Но даже если заглядывать в историю, то сборная Таджикистана – это довольно-таки сильная сборная от простора Азии. Они были финалистами юношеского чемпионата Азии в 2018 году, брали бронзу юношеского чемпионата в 2006 году. Даже были участниками юношеского чемпионата мира, до которого дошли даже до 1-8 финала. И, к сожалению, там проиграли сборную Перу 5-6 по пенальти. То есть видим, что в активе у сборной Таджикистана очень такой большой багаж и медалей, и очень таких больших выступлений. Поэтому хотим передать болельщикам Таджикистана, что не стоит переживать, и что ваша сборная все-таки покажет хороший футбол. Ну, а также можем такое же пожелать болельщикам Ирана. И, в принципе, что команды будут показывать хороший и красивый футбол. Нарушение правил. Сборная Ирана забирает мяч себе. Судья заставляет поскорее уйти от мяча игрока Таджикистана. Это наконец-то случилось. И тут же диагональная передача. Хороший внутри замены уже у Ирана. Конечно, ребята немного посвежее вышли на поле. Тренер еще в первом тайме поменял у нас двух крайних защитников правого и левого. Таким образом, немного еще и видоизменил. Да, и освежил нападение. Нападение, да. И, конечно же, ждем куда более активную игру Таджикистана, мне кажется. Немного поактивнее вышли. Ну, а сейчас опасный момент может получиться. И не забивает здесь 15-й номер. Галезаде, вышедший на замену. И отметим также, опять же, уже отмечаем прекрасную игру защитников сборной Таджикистана. Ну, и угадай, что сейчас произойдет. Очередная замена в составе сборной Ирана. Возможно, тренер настолько волнуется и переживает, и так хочет победить, что вот так вот пытается за счет замен как-то включить ребят на полную катушку. Еще одна замена. 21-й номер скоро появится. Это Тахирим. Да, Тахирим. Нападающий. И что видим, что все-таки Хосейн, Абди Хосейн, главный тренер сборной Ирана, будет освежать нападение, чтобы уже, наконец-то, забить свой заветный мяч. Опасно. Здесь может получиться. Продолжается атака. Нет. И хорошо здесь сыграл вратарь. Ну, сначала не очень хорошо в волейбол поиграл Исмаилов. Но он уже исправился. Там еще со скоком повезло. Плюс защитник промахнулся по мячу. В общем, такая настоящая каша у нас была. Да, как Исмаилов подразнил нападающего Ирана. Типа, вот держи мяч, но я тебе его не отдам. Кстати, за такое он мог и желтую карточку получить. Да, вполне. Это, так скажем, нарушение. Тахири хвалили. Я предполагаю, что он основной нападающий. Заменит, скорее всего, он Джангури. Хотя, может быть, и не так. И давай с тобой также отметим, что Голизаде, который вышел на замену еще в первом тайме, очень хорошо вошел в игру. Действительно меняет он как раз. Джангури попали в замену. Да, убирают полузащитника и ставят нападение. То есть это уже 100% ставка на такой же хвал голевой. Который должен привести, конечно же, к взятию ворот. Не спеша футболисты сборной Ирана устанавливают мяч. Но не так медленно его разыгрывают. Очень быстро. Пас на левый фланг. Садави. Еще на более левый фланг. Восьмой номер. Мусави. Класс на девятку. Кстати, я тоже еще хотел сказать, что Джангури неплохо себя проявлял, особенно в первом тайме. В начале, но потом как-то исчез с радаров. И по-хорошему так особо мы его и не замечали. Мне кажется, что это обоснованная замена. И выносит снова защитник. Плотность сохраняется. Две линии защиты и полузащиты у Таджикистана стабильно. Мешают Ирану показывать свой лучший футбол. Я бы сказал, что практически идеально играет Таджикистан с оборонительной точки зрения. Да, конечно. Если бы еще эта оборонительная тактика приносила действие не только в обороне, но также в атаке. Это вообще, мне кажется, лучший футбол, который можно, в принципе, было увидеть. Да, но за это стоит похвалить игроков Ирана. Это они тоже не дают создать ничего у своих ворот. К-хорошему, ну, пару ударов издалека. Один какой-то более-менее подход. И один удар со штрафного. Это все, на что Таджикистан наиграл. Вот сейчас есть повод для того, чтобы включить ускорение и действительно борется игрок Таджикистана до конца. Да, Сулаймонов здесь выбегал практически один на один, но Рахимия здесь контролировал всю эту ситуацию. И быстренько отдал мяч своим партнерам по команде, чтобы они начали атаку. При этом десятый номер, он к тому же еще и капитан особо не выделялся. Они в первом тайме, только сейчас мы про него вспомнили. И в целом на себя отвлекал защитников только лишь Марсур Гафур. Да, пас на левый фланг здесь. На девятку. Садыги. На вештрафную. И снова головой выгывают защитники сборной Таджикистана. Амир Ахмат. Давал такую передачу за спину, но прекрасно в этом моменте сыграл Исмаил. Передача шла на как раз игрока, который недавно вышел на поле. Это Корса Тахири. Отличается своей атлетичностью. Нападающий очень высокий. Я думаю, что очень быстрый, судя по его мышцам на ногах. А пока очень-таки опасные движения игрока в линии защиты и рана. Конечно, здесь нужно играть построже. И ни в коем случае нельзя терять мяч. Но посмотрите, как разбирается с нападающим крайний защитник. Правда, там нападающий лежит и подняться не может. Быть может, травму получил. Не боятся, да, под давлением играть защитники и рана? Конечно. Это такая вот их отличительная черта. Не попал ли здесь мяч в руку? Такое вот движение было. Мяч летел и так же резко остановился, что можно сделать, в принципе, только рукой. Поярче стали играть игроки Таджикистана. Да, видимо, как футболисты и рано входит такой прессинг, но Таджикистан хорошо здесь. Распасовывается и неточная передача. Перехвалили. Да, перехвалили, да. Неточная передача в исполнении. Шерегвана. Саидова. Ну и прессинг стал появляться у Таджикистана. Иран стал слегка вот так вот нервничать. И, да, пускай не забирает Таджикистан себе мяч. Зато видно, что защитники неуверенно выходят из-под прессинга. Так, забирает мяч судья, судя по всему. То ли это фэрплей, то ли какой-то... Да, там игрок Таджикистана, десятый номер. Если я не ошибаюсь, Сулаймонов, да, смотрим здесь на повторе. Нет, не Сулаймонов, 17-й, да, получил повреждение. Хамидов был. И футболисты Таджикистана это увидели. И просто выбросили в таком варианте фэрплея мяч за боковую линию. Просто дело в том, что они сами не поняли, что был фэрплей. И так вот обращались к судье, не понимая, что происходит. Ну и вот, да, и посмотрим, что будет здесь. Иран. Ну и пока не идет такая опасная атака. Могу рассказать про сборную Ирана. Все-таки достижение у этой Ирана, но больше, чем у Таджикистана, таких более мировых крупных. Но посмотрим за этой атакой и продолжим. Распасовываются здесь футболисты. Верно Таджикистана дают назад. Снова. Коперплоза. Ошибается. И контратака может получиться сейчас у футболиста в красной форме. Белизаде схватил мяч и сделал диагональную передачу, но совсем немного не точно. Да, и немного ему не хватило. И здесь Исмаилов снова в порядке. И заметьте, как этот парень, который вышел на замену Маусави, как он высоко играет. Или подожди, это девятый номер, я перепутал. Это Садыги. Да, это Садыги, все верно. И десятка уже падает на газон. Сулаймонов, капитан сборной Таджикистана, показывает, что у него с ногой что-то развязывает бутсы. И сразу же врачи прибегают на поле, чтобы оказать ему медицинскую помощь. Ну, все-таки начал я разговор про сборную Ирана. Я думаю, что самое время рассказать, какие у них, в принципе, достижения были у юношеской сборной Ирана. Наверное, самым главным достижением является на чемпионате мира. Дошли они до 1-4 финала в 2017 году и проиграли, к сожалению, испанцам со счетом 1-3. Также они доходили два раза в 2009 и в 2014 до 1-8 финала, где проиграли Ургвай и Нигерии, соответственно. Ну, и был у них еще также один мировой такой опыт. Это в 2002 году, когда они просто не вышли из группы. И, как видим, что сборная Ирана уже впоследствии, с годами, как только выходят они чемпионат мира, показывают все более-более хорошие результаты. Сначала они вышли из группы, потом 1-8, потом 1-4. Я думаю, что при следующем выходе на какое-то мировое пересостояние их должен ожидать более хороший успех. Да, видишь, ноги растут с молодости. И, по-хорошему, неспроста сборная Ирана на чемпионате мира принимала участие только уже среди профессионалов и взрослых. Так что да, в этом плане, конечно, в плане спорта страна, видимо, развивается. И результаты очень даже неплохие. Но пока под наши слова и под статистику сборная Таджикистана на чужой половине, она куда чаще стала выходить за линию центральную во втором тайме. И, опять же, возможно, какие-то слова правильно подобрал тренер. Быть может, Таджикистан понял, что есть шансы сражаться с Ираном и есть возможность победить такую сильную команду. А сейчас смотрим за атакой сборной Ирана. Восьмой номер набирает скорость. Не попадает здесь шипами бутс по мячу, но все-таки сохраняют иранцы свой мяч. Передача за спину. Может, опасность здесь получиться. Падают на газон футболисты. Даже не футболисты. Да, футболист не заметил. А это был Тахири, он пробил в спину защитнику, промахнувшись по мячу. Ну и заметим, очень много нарушений. Даже не нарушений, а очень много такого травматизма, когда футболисты лежат на газоне и требуется медицинская помощь. Да, в первом тайме еще тоже были у нас моменты, когда ребята не могли подняться самостоятельно. Плюс ко всему вынужденная замена у сборной Ирана. В общем, да, так непросто дается игра. Ну, что, в принципе, говорит о таком жестком силовом футболе. Что никто не хочет сдаваться, и все хотят одержать сегодня победу и решать свои турнирные задачи. Но у нас первая замена в составе сборной Таджикистана. 14-й номер будет выходить на поле вместо... Мифру Бона Хамидова. А на поле появится Хаджи, Абду, Манон. Хамидов, кажется, в центре играл, в опорной зоне, и предполагает, что так замена будет по позиции. Да, надо освежить, потому что большинство атак сборной Ирана именно проходит, когда они напрягают оборону Таджикистана. Поэтому освежить, конечно, оборонительную линию стоило. Сборная Ирана с мячом пас налево, и не получается развернуться лицом. Приходится играть через дом, через защитников. Это, опять же, говорит о том, что Таджикистан стал оттеснять Иран от своих ворот и стал куда более агрессивно встречать команду на своей половине в том числе. Да, и тут хотел сказать, что еще на замену составе сборной Ирана, но это все-таки Касраф Тахири получил повреждение и просто ждал разрешения главного арбитра, чтобы вернуться на поле. Ну, а у нас может получиться контратака в исполнении сборной Таджикистана. Так, контролируют они мяч, а дают вперед. Снова в центр. Но здесь, да, защитники Ирана играют мяч. Я предполагал, что эти замены, а их было немало, целых четыре у сборной Ирана могут сыграть не в плюс, а в минус. И, как мне кажется, так и получилось. Заметь, что Иран не стал играть лучше, как раз наоборот. Да, немножко потел. Даже если так брать объективно, 15 минут второго тайма, как-то мне, на мой взгляд, кажется, что Таджикистан выглядит более свежее, более... Даже не могу подобрать слово, как это выразить. В общем, выглядит лучше. Да, есть такое. Плюс ко всему, мяч практически не доходит до финальной трети поля. И тот же Тахири, который вышел на замену, практически мяча не касается. Точнее, он ни разу его не коснулся. Один раз пытался пробить по воротам. Это говорит о том, что и полузащита не работает, и этот план с защитниками, которые должны играть повыше, тоже не работает. Да, если Иран сегодня не победит, то я думаю, что все команды не будут сидеть в гостинице у телевизора и смотреть за матчем Беларусь-Россия. Нет, ну в любом случае будут смотреть. Интересно просто, как остальные сыграли. У нас уже 56-ая минута встречи. Мы с тобой предполагали, что будет веселый второй тайм. Но, ребят, пока нас подводят. Без моментов играют обе команды. Вратари без работы. Да, Исмаилов не спешал становят мяч. Стоит штрафной, показывает, что будет выбивать далеко вперед, и чтобы его партнеры по команде к этому готовились. Проигрывают верховую борьбу здесь. Болисты Таджикистана, но все-таки Ранса отдают мяч. Но может получиться. Сейчас опасно, входит в штрафную. Удар поворотом. И 1-0 забивает сборная Таджикистана на 56-ой минуте матча. Какой важный гол. Ну вот мы с тобой совсем недавно говорили на тему того, что сборная Ирана выглядит не очень хорошо. И сборная Таджикистана стала играть намного ярче и интенсивнее. И вот чуть позже, уже на 57-ой, даже на 56-ой минуте, команда выходит вперед. И, конечно, это очень важный мяч для Таджикистана, который уже в случае победы сможет, возможно, даже занять первое место в группе. Да, и автором этого мяча становится Робони Камалов. Чуть позже я про него расскажу. Такую очень интересную информацию, но пока посмотрим за моментом. Как он вошел здесь в штрафную и даже не отдавал передачу, и просто мимо вратаря дальний угол пробил и забил первый гол своей команды. И даже видим, как двадцатка Таджикистана. Шахбон Аимов схватился за голову. Как такое вообще можно получиться? Да, между ног. Мне тоже вначале показалось, что между ног попал в вратарю. Но вот такое вот самое слабое, незащищенное место вратарям. Попал точно в домик. И уже после рикошета, о, колено, залетел все-таки мяч в сетку. Да, Таджикистан удивляет. И, конечно же, специалисты и любители футбола вряд ли представляли себе, что так будет развиваться наша встреча. Опять же, вопросы к тренеру. Это он тут захотел полу состава поменять. Поменял, и команда перестала играть абсолютно. Да, и хотел бы рассказать про Рабони Камолова. Это футболист, тринадцатый номер. Понятно, что очень такая специфическая информация, что тринадцатый номер. Но более такая интересная то, что Рабони Камола входит в пятерку игроков сборной Таджикистана и Юнушеской, самых молодых, которые забивали, в принципе, за эту сборную. То есть первый гол он забил в ворота сборной России 5 февраля. Помним этот матч в возрасте 16 лет, 7 месяцев и 9 дней. И вошел в пятерку самых молодых игроков. Но у нас опасность здесь может получиться. И забивает Иран и сравнивает счет в этой встрече. Один-один. Как же быстро иранцы сравняли счет. Не успел я сказать, что, в принципе, пропущенный гол сборной Ирана должен как-то мотивировать. И как оно и получилось, Иран сравнивает счет один-один. Тахирей забивает мяч. Мы с тобой отмечали, что он практически не касается мяча. И вот его одно из первых касаний приводит к голову. Первым он принял, вторым отправил мяч в дальний угол. И казалось, что должен вручать Исмаилов, потому как удар не сильно получился. Такой предательский мяч, который все-таки оказывается в дальнем углу. Симпатичный гол и неплохое исполнение от нападающих. И все начинается сначала. Один-один. Вот такой футбол. Нам нравится. Думаю, что нравится всем болельщикам. Ты видишь, 10 минут они раскачивались во втором тайме, чтобы потом нам показать такое. Ну что ж, нам это только нравится. Давайте, ребята, не останавливайтесь. Если счет будет 4-4, еще лучше. Да и так, тоже неплохо. Да, ну я думаю, что 4-4 не устраивает ни одну и ни другую команду. Все хотят победить. И это значит, что они сейчас будут бороться до последней минуты матча. Пас вперед. Отбирают здесь футболисты сборной Ираны. И может получиться контратака. Есть такое численное преимущество у иранцев. Пас на левый фланг. На Мусави. Получается здесь по ногам. Да, Иран очень быстро ответил на самом деле. Там сколько? Секунд 30-40 прошло. Да, да, да. Очень быстро. Буквально первая атака и уже Иран сравнивает счет. Видим, как здесь позиционно пытаются разыграть. На весь штрафную площадь. Пас на девятку. У-у-у. Хорошо. Снова защитник сборной Таджикистана выбивает этот мяч. Очень недовольны. Футболисты Таджикистана, шестой номер, выражают какие-то претензии. Предъявляют своим партнерам по команде, что так играть нельзя. Но еще 20 минут второго тайма и все может измениться в момент. Ну, согласись, не ждали мы. Сейчас посмотрим за этим моментом. Что не ждали мы? То, что может так развиваться событие. По первым десяти минутам. Что-то какой-то скучный второй тайм. Но, как видим, решили они нас порадовать и опровергнуть наши предположения. Да, и даже тренеры тоже так стали поэмоциональнее выглядеть. Встрепенулся главный тренер сборной Ирана. Абди Хусейн. Еще одна замена, уже пятая. Получается, по составу действительно тренер уже поменяет. И у Таджикистана также две замены. Гафур меняют. И выходит вместо него Бабоев. И двадцатый номер также уходит с поля, я так понимаю, это Наимов. И вместо него выходит одиннадцатый, да? Абубакар Саидов. Все-таки вместо двадцатого Шаркон Наимов покинул поле. И вместо него вышел Белол Бабоев. Вот такая вот замена была третью. Пас-разрез. И будьте сейчас поудачливее. Игрок, который отдавал пас, то, конечно, можно было бы довести до крайнего полузащитника. Ну что ж, нас ждет классная концовка. Действительно, так долго раскачивались во втором тайме команды. Потом раскачались. И теперь здорово смотрится игра. Счет, наконец-то, у нас открыт. Даже два мяча залетело в сетку. Я предполагаю, что не последние мячи мы с тобой в этой игре увидели. Да, и замена в составе сборной Ирана. Вместо девятого номера. Садыги выходит Джитти. Суета, посмотри, как борются на втором этаже обе команды. Друг другу передают мяч. И пас-разрез на Тахири. Даже Тахири схватился за голову, потому как действительно хорошая передача по мысли была. Жаль, что защитники сыграли здорово. И предполагаю, что все-таки Иран сейчас будет очень сильно играть вперед, потому что вместо одного номинального нападающего, который вышел в основном составе, сейчас играют их прямо три. То есть перешли на такую тактику, может даже не таких, чисто три нападающих, но может два вингера, один центральный. Но все равно это говорит о том, что Иран все-таки нацеливается на такую атакующую тактику. Ну, тот же Галлизаде, который вышел к ранним полузащитникам, по-хорошему играет вместе с Тахири в нападении. Постоянно смещается в середину, оказывается на стрии атаки. Возможно, и четырнадцатый номер Аскари также будет играть в таком же стиле. И да, действительно, ты прав. В трех нападающих играет команда. Сейчас посмотрим вообще в целом, в какой схеме играет команда Хосейна Абди. Да, и пока мы говорили, Зархам Саадави получил желтую карточку. Ну вот, посмотри, прямо сейчас пятнадцатый номер Галлизаде играет как второй нападающий, хотя он крайне полузащитник. Да, тактика. Такая вот будет у тренера Абди Хосейна. Ну, еще в первом тайме я отмечал, если помню, что играет Иран. Первые матчи они вышли по одной схеме, второй матч вышли по второй и третий матч вообще играют. То есть тренер, наверное, все-таки предполагает, что они будут в плей-офф и будет, наверное, делать разбор игры и смотреть, какой, какая схема лучше всего подойдет для игры уже в таком раунде. На 17 минут до конца встречи пытается Иран нащупать свою игру. Я бы не сказал, что после забитого мяча что-то изменилось, но... Кстати, да, вот отмечу этот факт, что вот команда менялась двумя забитыми мячами, и мы, опять же, видим такой же тихий, спокойный футбол, который был, в принципе, в начале второго тайма. Ну, очень сложный выбор для передачи. Тахири был в качестве адресата, но остался без мяча. Хотя можно было бы, наверное, перевести на другой фланг. Снова Таджикистан и левым флангом атакуют. Один гол уже оттуда был забит, и, как мне показалось, толкнули в спину нападающего, но судья не заметил этого. И дальше Таджикистан продолжает позиционные атаки, разыгрывать мяч. Но весь пространство, удар издали, рикошет, отскок, и мяч улетает на угловой. Нет, будет штрафной удар. Да, будет Иран, будет исполнять этот штрафный удар и получает желтую карточку. Знаешь, показывал как будто одиннадцатому номеру Ирана, прям вот целенаправленно шел и показывал одиннадцатому номеру, но нарушал же не Иран, поэтому очень странно. Сейчас посмотрим на повторе, что это у нас было. Ну, явно не с той позиции мяч разыгрывает Иран. Ну, я думаю, что это уже мелочи, главное, что... Просто эпизод был штрафной. Да, и получает за храм Саадави. Опять же, вот эта ситуация, как и была в первом тайме, то, что когда... Если помнишь этот момент, когда вышел пятнадцатый номер, пятнадцатый выбил с ленточки. И опять же, нарушал одиннадцатый номер и показал одиннадцатому номеру карточку, но два похожих. Но сейчас может опасно получиться. Хороший тот парень по тринадцатому номеру, на самом деле, особенно в втором тайме, Камолов. Удар издалека, и мяч летит выше, над девяткой. Таджикистан продолжает лучше играть, чем Иран. И действительно, после того, как Иран сравнял счет, эмоции этой команде, ну, нисколько не добавило. Конечно. Остается чуть более пятнадцати минут, плюс добавленное. И здесь ошибается, может получиться опасный удар, забивает Таджикистан второй мяч. Как же здесь ошиблись игроки сборной Ирана, и как же бурно празднуют. Да, ужасная ошибка, как можно было пойти в обводку. Возможно, защитник не видел то, что нападающий находится рядом с ним. Отбор, и мяч прилетает второму игроку Таджикистан, и тот отправляет мяч в дальний угол на шестьдесят шестой минуте. Два-один, Таджикистан снова выходит вперед, и Иран, наверное, не может поверить в случившееся. Особенно вратарю, у которого практически не было работы ни в первом, ни во втором тайме. В начале, посмотри, здесь отбор, и в дальний угол идеально. Да, как же здесь намудрили защитники, и просто Архимий сделал все, что мог. Пальцами пытался достать этот мяч, но этого не хватило. И даже видим, как на повторе он просто стоял секунд пятнадцать и не понимал, что происходит. Дубль Камолова, насколько я понимаю, да? Да, по-моему, Камолов забивал. А, Рубани Камолов делает дубль. Да, вот так вот, по большей части, было особо незаметено на поле. А уже во втором тайме оформил дубль, и уже второй раз выводит команду вперед в нашей игре против очень сильного соперника. Да, и в Камолов, грубо говоря, хотел сказать, что входит сейчас в список лучших бомбардиров этого чемпионата. Три мяча у него. Такая русская фамилия. Да, Таджикистан, но видим, что шестой номер Таджикистана лежит на газоне. И шестой номер у Ирана готовится выйти на поле. Еще одна замена, шестая. Да, ок, уж эти параллели. 15, 15, 11, 11, 6, 6. Как это все запомнится? Ну, видишь, на границе друг с другом, поэтому... Даже номера одинаковые, не то что фамилии. Да, и язык один и тот же. Да, только вот подсказывали в комментариях, что Иран в 10 раз больше, чем Таджикистан. Конечно, поэтому есть у них преимущество по всем статьям. Но не на футбольном поле, который... Да, на футбольном поле у нас сборная Таджикистана, в которую, наверное, мало кто верил. И многие предполагали, что Иран очень легко победит. Но не тут-то было. Такие вот приятные загадки от Таджикистана угловой. И теперь уже Иран будет подавать. Да, я хотел сказать, что очень опять много падений происходит. Знаешь, как будто какой-то новый вид спорта. Нужно упасть, чтобы... Если когда тебя попадет мяч, тогда тебя засчитает какое-то результативное действие. Будет давить штрафную. Ничего, да. Да, опасного здесь ничего, потому что не было здесь партнеров по команде. И контратака. Сборная Таджикистана может получиться. Как заиграли парни из новых каммолов у нас по правому флангу рвется. В этот раз будет отдавать передачу. Дает и удар головой. Жаль, на выше летит мяч. Ну, как играет Таджикистан? Как будто другая команда вышла на второй танк. Да, и как же оживились трибуны. Послушай, просто вот каждый такой момент. И видим, что здесь и болельщики сборной Таджикистана, и болельщики сборной Ирана. И такая хорошая футбольная атмосфера. Но может получиться. Контратака очередная. Сулаймонов. Да, Сулаймонов. Бил головой, я хотел сказать, при подаче Камолова. А пока Бобоев ходит в штрафную, пытается обыграть своего визави. И прострел в штрафную. И выбивает Иран. Футболисты Ирана. Этот мяч. Пропала игра. В первом тайме намного ярче играл Иран. И теперь уже по крохам приходится собирать остатки той самой игры. Пас направо. Сборная Ирана. Будет подача. Есть она. И Тахири через себя планировал. Но немного не попал по мячу. Смазал концовку. А в целом, конечно, классная атака Ирана. Да, хороший момент получился. И снова такая очередная попытка ударить через себя. Но если тогда был в первом тайме, в начале встречи момент через себя, то тут уже такими... Полуножницами. Полуножницами, да. Хотел сказать. Это красиво, но безрезультатно. Классный повтор. Реверсный, когда назад отыграл Аккуратер. Спасибо коллегам, что показали. Этот повтор. Очень красиво. А если бы он еще закончился голом? Да, это был бы супер гол. И Тахири тоже бы дубль оформил. Так же, как Камолов в свое время. Но у нас остается 11 минут, даже поменьше, до окончания игры. И знаешь, особенно в последние минуты. Очень приятно смотреть за командами. Иран, и Таджикистан красиво футбол показывают. И вот спустя 70 минут я все-таки, наверное, нашел ответ на свой вопрос. Почему Таджикистан играет в такую оборонительную линию? То, что вот последние атаки они именно делают на таких контрвыпадах. Это очень терпеливо сыграл Таджикистан. Столько приходилось обороняться. Столько приходилось постоянно отбивать атаки. И смогли, ребята, переломить ход. Но Камолов, который блистает во втором тайме, лучше, наверное, в игре. Хотя, что, наверное, точно? Точно. Но тут уже сложно выбирать именно MVP матча. Посмотрим, как выберет тренерский штаб. Если в первом тайме, конечно же, это Исмаилов. Тут вообще без вариантов. То во втором тайме автор голевого дубля. Это не Камолов. Если бы, конечно, давать было два приза, тут полетели бы, конечно, их. Я бы сказал, что Исмаилов такой герой первого тайма. А вот второго уже действительно Камолов. Ну, наполовину. Если в одной комнате живут, то статуэтку на тумбочку поставят между собой. Разделят. И еще один угловой тоже был опасный. Отскок и Таджикистан продолжает двигаться вперед. Ребятам уже, в принципе, некуда торопиться. Им важно удержать счет, который есть сейчас. Это счет 2-1. Поэтому, конечно, побольше внимания стоит уделять обороне. А вот Иран, которому поскорее хочется забить. Вот у ребят не все получается. Но иногда тоже что-то возникает у ворот Исмаилов. Да. И давай заглянем в таблицу Live. Таджикистан, на удивление, входит на первое место. Сейчас в таблице Live Таджикистан находится на первом месте, имея в своем активе 5 очков. Выходит на первое место и будут ждать и смотреть игру Беларусь-Россия. Россия, да. Иран опускается на третье место. Да, по-хорошему, если Беларусь победит. А если еще с крупным счетом, то Таджикистан будет на первом, а Беларусь на втором? Да, получается, что так. Все с ног на голову. Да, если Иран сегодня проигрывает, то, в принципе, ребята могут уже ехать домой в дальнейший турнир. Так скажем, не имеет для них смысла, потому что они займут третье место и... Удар из далека, а не плохой удар. Неужели защитник меняет защитника? Тогда какой смысл в этой рокировке, если нужно бежать вперед и забивать мячи? Да, центральный защитник появляется на поле, что, опять же, вызывает некоторые вопросы. Главному тренеру... Ну вот, посмотрим. Сейчас атака сборной Ирана на весь штрафную площадь. Выбивает здесь головой и может получиться контратака, но защитники центральной сборной Ирана оказываются первыми на мещах. Снова убивает таким одинаковым тактики. И выходит Камолов один на один. Пытается обыгрывать. И делай хатрик, делай, делай, делай. И 3-1! Таджикистан, в принципе, наверное, обеспечивает себе победу в этом матче. Камолов второй тайм и такой перформанс от 13-го номера сборной Таджикистана. А третий мяч, и все такие красивые. Правда, второй выход один на один. И как же он разобрался с вратарем и уже в пустые ворота отправил. Чем-то Азбуна напоминает, да? Хотя игрок из Таджикистана, ну, так вот, делает игру, делает разницу именно он. И, если честно, я не смотрел параллельный матч именно авторов голов, но я уверен, наверное, что Камолов все-таки лучший попортир сейчас на данный момент. Посмотрим, как здесь он хорошо обыграл и просто таким легким ударом прокинул мяч. И даже не сильно просто. Самое сложное было здесь обыграть вратаря. К хорошему, 3 опасных момента у Таджикистана закончились мячами. Это должен быть аут, так как коснулся потолка. Еще раз смотрим, как Камолов обыгрывает вратаря. И пустые ворота на классе сыграл, как будто уже очень-очень опытный нападающий. Ну и вратарь, посмотри, он двинулся на него вперед и очень далеко вышел из ворот. Хорошие, красивые эмоции. И да, действительно, с тобой согласен, что у Ирана очень мало шансов. И, скорее всего, Таджикистан добудет победу. Ты ожидал? Если честно, нет. Вот даже если брать первый тайм, вот честно, даже ни на секунду не думал, что может Таджикистан сделать здесь положительный результат. Тем более по первому тайму Иран действительно хорошо играл. Но вот эти бесконечные замены, как мне кажется, и тренер потом должен все это хорошенько обдумать. Правильно ли он сделал шаг? Да, пас на левый фланг. Хорошо здесь защитник Ирана. Отбил головой и такой хитрый ход толкнул. И попал мяч вверх сборной Ирана и вышел от него. Что говорят о том, что мяч переходит под контроль футболиста в белой форме. Выиграет верховую борьбу. И будет аут. Это подсказывают в комментариях, что уже далеко не в первый раз Таджикистан выигрывает Ирана. Да, к сожалению, не смотрел я историю личных встреч. Но поверим нашим болельщикам, которые пишут в комментариях. Я думаю, что кто там сомневался в победе Таджикистана, были такие комментарии. Я думаю, что эти люди сейчас очень рады. Начинает ошибка. Да, может контратака получиться. Снова Камолов. Тут уже даже не надо заглядывать в протокол. И сразу понятно, кто находится на острие атаки. Ну а здесь может опасно получиться. Очень эмоционально встречают это решение арбитра. Главный тренер и его помощники. Не поверили они в этот офсайд. Но уже решение никак не поменять. 3-1. Да, вместо офсайда нам показывает гол Камолова, как он сделал счет 3-1. Но все-таки, конечно, интересно посмотреть на офсайд, был ли он там. Смотрим эти бурные празднования. Да, хотел еще сказать то, что абсолютно при всех трех взятиях ворот сборная Таджикистана очень эмоционально праздновала эти мячи. Как будто это для них очень что-то важное, что-то значимое. Понятно, что голы всегда значимые, очень важные. Но именно такие вот эмоции вызывают восторг. А теперь уже угловой, я так понимаю, у сборной Таджикистана. Далеко не в первый раз подают таджикистанцы. И делают это именно с правой стороны, заметьте. Да, понятно. И остается еще чуть больше четырех минут, чуть меньше четырех минут. И посмотрим за этой атакой. Хорошо здесь сыграл в артаре Ирана. Удар поворотом выше. Вот, остается чуть меньше четырех минут. И понятно, что Ирану просто нужно не выпускать зоны Таджикистана. Но, как видим, что просто откатываются назад и ошибаются. И ничего, в принципе, опасного не создают для того, чтобы мы увидели гол в исполнении футболиста в красной форме. Но вот сейчас может что-то опасное. Хорошая комбинация. Будет ли удар поворотом. Входишь в штрафную. Пас на левый фланг. Обыгрывает. И снова ошибается иранцы в этом моменте. Ну что, очередная попытка для Таджикистана создать что-то опасное. В целом можно констатировать, что эта система сработала. Продержаться против Ирана в первом тайме. Очень плотно играть в обороне. И затем уже, когда появятся свободные зоны, сделать результат. Все сработало. Не знаю, был ли такой план. Камолов! Удар издалека. И в этот раз уже не так опасно было. Да. И благодаря всем этим результативным действиям Камолова, я, если честно, при всем, уже не уже забыл про Исмаилова. Наверное, я, если брать одну статуэтку, я забираю Исмаилова, а даю его, конечно же, Камолова. И подсказывает, что старший брат Камолова играет в третьем дивизионе Испании. В комментарии. Спасибо огромное тем, кто пишет, подсказывает. И у нас пока Таджикистан выходит временно, а может быть и не временно, на первое место. И будем следить за тем, как сыграет скоро сборная России и сборная Беларусь. Ю-17 против Ю-16. Сборная России показывает себя очень-очень сильной сборной. Конечно, если Россия победит, то они вернутся на первое место. И костный пас. Нет пенальти, нет. Нет, показывает. Разводит судья действительно руки в стороны. И, по-моему, даже больше досталось не нападающему, а как раз вратариум Исмаилову в полицию попал. Так, смотрим еще на повторе. Ну, видно, что не касался. Как будто, знаешь, споткнулся об газон и уже сам упал. И понятная реакция четвертого номера. Джамшизод, что он, в принципе, я не трогал. Все в порядке. Но будет готовиться еще одна замена. 18 номер выходит на поле. Это у нас Нуриддин. И вместо него обувь. Входит автор трех забитых мячей. Миробони Гамол. Да, хорошая работа для 13 номера. Лучшего бомбардира на данный момент Кубка развития. Хитрик. Вот. Прекрасного нападающего, который, кстати, и не играл в нападении в первом тайме. Он был на краю полузащиты. А вместо него там отдувались Гафуров и Сулаймонов. Но вот как только тренер поменял Камолова и выпустил в нападении, заменив таким образом Гафурова, вот тогда-то Камолов и разошелся. Три мяча забил. Я думаю, что тренеру не стоит больше экспериментировать, не стоит выпускать на краю полузащиты. Его место точно в нападении. Там он максимально продуктивен. Три мяча этому доказательства. Пока у нас Исмаилов находится на газоне. Нас прямо сейчас смотрит 822 человека, я так понимаю, с разных уголков мира. Из Ирана, из Таджикистана. Понятное дело, что из Беларуси, России. И отовсюду. Да, и смотрят. И будут смотреть нас еще 5 минут. Именно столько, сколько добавил главный армитр встречи. 5 минут. Ничего себе. Особенно, когда, казалось бы, игра уже сделана. С другой стороны, за 5 минут и не 2 мяча можно забить. При определенных раскладках и при каком-то везении, да? Да, показывают нам болельщиков Ирана. Понятно, что недовольны не всеми результатами. Думаю, что можно уже констатировать факт, что сборная Ирана покидает Кубок развития. Но в футболе бывают разные. И все-таки играть еще 5 минут. И все, возможно. Падает здесь флэт-панель футболиста Ирана. Проблема в том, что у Ирана игры нет совсем. То есть, да, действительно, когда футболисты забили свой гол, когда сравняли счет, могло показаться, что этот гол психологически должен как раз команду как-то подстегнуть, чтобы они бежали вперед, сбивали еще и еще. Но этого не случилось. Таджикистан как продолжал гнуть свою линию, так и продолжал. Да, было там несколько атак у Ирана, когда они забивали, извиняюсь, когда они создавали очень много. А потом все. Потом мы только Таджикистан по-хорошему хвалили и говорили, какие они молодцы впереди. И если бы мы сказали после первого тайма то, что Иран плохо играет, а Таджикистан очень прекрасно показывает игру в обороне и в атаке, наверное, просто попрутили бы пальцем. Ну, давай, во-первых, вспомним комментарии, которые были в чате. И нам сами комментаторы и говорили про то, что Таджикистан плохо играет. Мы с тобой соглашались. Ну, не получается у ребят ничего впереди. Ну, как все изменилось во втором тайме, я до сих пор не понимаю, как это случилось. Но думаю, что этому есть объяснение, именно потому что главный тренер Ирана сделал очень-очень много замен, таким образом сломал игру. Да, я думаю, что если состав наигрывался, я думаю, что и была предыгровая тренировка, установка. В принципе, один состав готовился, и после того, как там в первом тайме поменяли трех игроков, точнее, двух игроков во втором тайме уже третий вышел, то это, конечно, можно надламывать игру. И все идет не так, как, конечно же, хотелось. Так смотрим еще за этим моментом на повторе, и будет учительная попытка Ирана навесить штрафную площадь. Уже ничего не остается, удар мог бы получиться. А вот сейчас получается, выбивает головой защитник сборной Таджикистана. И здесь выше ворот. Отворот Исмаилов показывает, он большой палец, поднимает его вверх. Конечно, сейчас будет максимально затягивать время, это и нужно Таджикистану. С другой стороны, можно еще разок пропустить, ничего страшного не случится, победа все равно будет в кармане. В целом, можно уже подводить итоги. Давай, Антон, подводи потихонечку. Что скажешь по игре? Игра отличная, мне очень понравилась. И опять же, повторюсь, что после первого тайма, наверное, этим вообще не пахло. Но отмечу очень прекрасную игру Таджикистана в обороне, которая впоследствии привела к трем забитым мячам. Потому что, понятно, там были ошибки Ирана, но все-таки два гола из трех. Это такое вот действие, такие очень слаженные оборонные атаки, которые привели, в принципе. И также хочу отметить хорошую игру сборной Ирана, которая, в принципе, в первом тайме просто, если так можно выражаться, душила Таджикистан. Но вернемся к тому, что Таджикистан очень хорошо сыграл в обороне. В целом, мы посмотрели очень прекрасный матч. И, в принципе, наши надежды, наше желание, когда мы сказали, что нас ждет классный матч и перед первым таймом, и перед вторым, мы это говорили, это все удалось. Поэтому ставлю этому матчу просто 9 из 10, ну, единицу ставлю, понятно, что ничего такого не бывает идеально. В целом, очень классный матч, мне понравился. Да, в плане сюжета, как мне кажется, лучше матчей не придумаешь. И, конечно, в первую очередь, спасибо Таджикистану, который сделал такую мину и всем показал, что вроде как команда не играет. А на самом деле они просто готовились ко второму тайму и там уже показали свое истинное лицо. Ну и, конечно, Камолов, его никак нельзя не отметить. Есть игрок, который забил 3, и нам показывают, как ушел или не ушел мяч за пределы. В целом, по повтору, так и не стало понятно, ушел ли. Но вроде как из-за того, что угловой поставили, значит, будем верить главным арбитрам. Ну, я думаю, что сейчас просто будет Таджикистан так разыгрывать мяч. Некуда спешить. Ну, то Иран, может быть, даже атаку успеет провести. Да, остается 19 секунд. И снова переклад. Хотел сказать, Камолов, но это уже не Камолов, а это его партнер по команде, который вышел вместо него. Ну, Риддин. И положится на газон. Можно, конечно, полежать, немножко потянуть времени. Но я думаю, что ничего уже не получится сделать у Ирана. И видим, что главный арбитр достает свисток и дает команду об окончании этого матча. 3-1 победа Таджикистана, которая, в принципе, должна выводить их в плей-офф. Но, к сожалению, для Ирана этот турнир заканчивается. Благодарим ребят за игру. Очень классно они смотрелись. И даже немножко печально то, что они покидают этот Кубок Развития. Огромное спасибо всем, кто смотрел и слушал нас. Наш Кубок Развития продолжается. С вами эту игру смотрели Антон Козик и Михаил Горнак. Дальше смотрим наш прекрасный турнир. Все, всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok